Ровесники египетских пирамид. Новая находка наших археологов. Настоящая сенсация. Антропоморфные статуи обнаружили накануне при раскопках в Слободзейском районе. По предварительным оценкам, скульптурам около пяти тысяч лет. Монолитные капсулы времени хранят множество тайн. Археологи на пороге новых открытий. Слободзейский район, древний курган и уникальные артефакты. Вот они, две каменные антропоморфные статуи. Предположительно символизируют женское и мужское божества. Скульптуры тысячелетиями скрывала земля. Мы предполагаем, что это захоронение так называемой ямной культурно-исторической общности, которую здесь в конце четвертого, третьем тысячелетии до нашей эры. Эти люди здесь обитали, расселялись отсюда в разных направлениях, в основном на запад, нанеся свой язык, свою идеологию, территорию центральной Западной Европы. Прослеживается их присутствие вплоть до Британских островов. Специалисты предполагают, что это были кочевники-скотоводы. Одними из первых они использовали колесный транспорт. В повозках не только перемещались, но и жили. Хоронились почестями только представителей высоких сословий. Надгробие, да еще вот с такими каменными стеллами, находка редкая. После совершения обрядов погребальных, поминальных, которые длились, видимо, долго, несколько дней, то, может быть, и недель, мы этого точно не знаем, эти стеллы выкапывались обратно из земли и укладывались лицом вниз и головами в разные стороны в перекрытие ямок. И вот даже видно, до какого уровня она вкапывалась в землю. Она покрашена красной краской, охрань. Видите, вот граница краски, это как раз по этому, видимо, до этого уровня она была вкопана в землю. На плитах обычно изображали подобие человека. Отсюда и название «антропоморфная стела». Очертания лица, одежды, оружия. Что на обратной стороне наших скульптур еще предстоит узнать. Каждая статуя весит больше тонны. На одной из них за тысячелетия под землей пошла трещина. Чтобы безопасно извлечь и перевести артефакты, задействуют спецтехнику. Статую доставят в археологическую лабораторию в столице на следующей неделе.